Руки прочь от Красного Знамени и полководцев Победы. Политика. 25 апреля 15. Руки прочь от Красного Знамени и полководцев Победы. Заявление Президиума ЦК КПРФ. В постыдной войне против советского наследия произведен очередной бесславный залп. Возникла идея внедрения своего рода правил при проведении мероприятий в День Победы. С предложениями такого рода выступили люди, называющие себя организаторами акции «Бессмертный полк». Как оказалось, их раздражение вызывают красные знамена и портреты советских полководцев и руководителей государства, в особенности В. Сталина. Использование этих образов во время шествий «Бессмертного полка» предлагается запретить. Аргументируя свой скандальный призыв, организаторы утверждают, что алые стяги и изображения военачальников в руках граждан являются спекуляциями и попыткой приватизации праздников в интересах конкретной партии и политического движения. Более абсурдный довод придумать было бы сложно. Как известно, победу в Великой Отечественной одержали не какой-то неизвестный народ и неведомое государство. Это была страна, в которой русский народ объединил свыше ста наций и народностей. Под руководством Коммунистической партии наш многонациональный советский народ и разгромил немецко-фашистский пол чаще. А Союз Советских Социалистических Республик был страной со своими государственными символами. И важнейший среди них Красное Знамя с серпом и молотом. Под этим знаменем шли в бой советские солдаты. Под ним совершались бессмертные подвиги. Именно этот стяг водружен над павшим Рейхстагом в победном мае 1945 года. Возникает справедливый вопрос. А с какой, собственно говоря, стать и могла родиться столь чудовищная идея запрещать выходить 9 мая с портретами полководцев и руководителя СССР победителей фашизма? Почему это оказалось возможным? Как можно отрицать вклад ИВ? Сталина – В.М. Молотова – М.И. Калинина – Г.К. Жукова – К.К. Рокоссовского – А.М. Васильевского – И.С. Канева – Р.Я. Малиновского – И.Д. Черняховского и других полководцев в великую победу. И разве это не обращик циничной фальсификации, не попытка извращения нашей истории? Напоминаем авторам оскорбительного предложения, что федеральным законом от 7 мая 2007 года знамя победы признано официальным символом победы советского народа и его вооруженных сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, государственной реликвии России. В день победы 9 мая копия этого знамени вывешивается наравне с государственным флагом Российской Федерации. Соответствующие нормативные акты приняты в большинстве регионов страны. Таким образом, призывы не допустить использования красного знамени во время демонстрации 9 мая не только сомнительны с точки зрения морали и исторической правды. Такая позиция входит в прямую противоречие с российским законодательством. Возникает вопрос, какие цели преследуют авторы подобных заявлений. Если они решают задачу дискредитировать саму идею бессмертного полка, то ими выбран верный путь. Подобными провокациями искажается память о величайшем свершении нашего прошлого. Бросается тень на ратный и трудовой подвиг советского народа. Обильно льется вода на мельницу русофобов и антисоветчиков всех мостей доморощенных и забугорных. К сожалению, данный случай не единичный. Попытки переписать историю Великой Отечественной войны продолжаются не одно десятилетие. Первопроходцем этой гнусной практики стал министр пропаганды фашистской Германии Йозеф Гебельс. Следом за ним вся рать антисоветского фронта повторяла измышления его зловещей конторы. И эти старания не прошли даром. Возрождение нацизма стало реальностью наших дней. Парады легионеров в Афин-СС превратились в обычную практику в странах Прибалтики. Прославление гитлеровских приспешников происходит на Украине. Памятники советским воинам-освободителям беспощадно уничтожаются в Польше и ряде других государств. В западных странах все настойчивее отрицается вклад СССР в победу над фашистской Германией. Но чем кардинально отличается деятельность провокаторов внутри России? Разве не у нас возникали попытки перелицевать Знамя Победы, заменив серп и молот на странную белую звезду? Разве не в Москве продолжается позорная драпировка Мавзолея В.И. Ленина перед военным парадом в День Победы? Разве не в России вопреки прекрасным традициям глубоко достоверных советских фильмов о войне штампуются сомнительные киноподелки? Закономерный итог вакханалии исторических фальшивок призыва пересмотреть отношения к генералу-предателю Власову. И занимается этим не какая-то безызвестная группка маргиналов, не нацистов. Этим занимается Ельцин-центр откровенно русофобский гадюшник, оскорбляющий наш народ и пускающий свои ядовитые метастазы по всей стране. Ртутные пары антисоветизма отравляют сегодня и выдающуюся идею бессмертного полка. Безусловным позором стало случившееся 9 мая прошлого года в Перми. Людей, пришедших со знаменем Победы, не пускали в колонну демонстрантов, а тех, кто красные флаги все же пронес, задерживала полиция. Теперь эту отвратительную практику пытаются распространить на всю нашу страну. Попытки лишить праздник Победы и его идейного содержания и уничтожить людскую память преступны. За последние годы бессмертный полк стал по-настоящему национальным явлением. В великом народном порыве участвуют миллионы наших сограждан и жителей других стран. Потуги отдельных пигмеев диктоват свои позорные условия народу-победителю обречены на провал. Никто не вправе присвоить себе полномочия унтер-пришибеевских модераторов всенародной акции. Никому не удастся запятнать юдиным поруганием великолепную идею, возникшую из глубины масс. Мы не дадим тащить отраву до коммунизации от прибалтийских нацистов и украинских бандеровцев в России. Коммунистическая партия Российской Федерации предупреждает всех, кто покушается на великие страницы советской истории, с прошлым не шутит. Ваши позорные поползновения еще глубже раскалывают народ и ослабляют страну перед лицом внешних угроз. Тот, кто не понимает этого либо круглый дурак, либо законченный мерзавец и откровенный враг нашей Родины. Великая победа была и навсегда останется торжеством социализма и советского строя. День Победы это праздник под красным знаменем. Призываем граждан России ярко напомнить об этом всем и каждому в день 9 мая. Победа над фашизмом – одно из самых великих достижений человечества. И это завоевание всего советского народа, полководцев и рядовых, тружеников фронта и тыла, ветеранов революционных сражений и детей войны. Игнорировать это недостойно и подло. Те, кто встает на этот путь, получат презрение народа и наш достойный жесткий отпор. Память о победе над фашизмом священна. Руки прочь от знамени победы и героев-освободителей. Геннадий Зюганов. Председатель ЦК КПРФ. 23 апреля 2019 года.